Очень важная составляющая государственной политики – это социальная поддержка населения. Которая позволяет поддерживать определенный уровень благосостояния населения, особенно это касается малоимущих, и также выполнять определенные цели и задачи, поставленные перед государством. Непосредственно, если говорить по республике Башкортостан, на социальную политику в этом году запланировано 67 миллиардов рублей. Много это или мало? В 2020 году была примерно та же сумма. Если взять накопленную инфляцию, это 20%. То есть следует говорить о том, что реальные расходы на социальную политику у нас снизились на 20% и более, в зависимости от структуры затрат. Если говорить, сколько у нас получателей социальной поддержки, это 1,1 миллион человек. Это много, это 18% от населения республики Башкортостан. И если взять, какие меры социальной поддержки получают, это 10 миллиардов рублей, чуть больше, они получают в этом году, за полугодие в этом полугодии, они получили эту сумму. Но надо все-таки понять, а какие цели и задачи ставит государство в социальной политике. Обеспечение уровня жизни, допустим. Сейчас федеральное правительство сделало хороший шаг о том, что создало единое социальное пособие, которое позволяет тем семьям, которые имеют доходы менее минимального уровня жизни, то есть малоимущие, делать выплаты, которые выходят на этот уровень, то есть на прожиточный минимум. Но проблема состоит в том, что прожиточный минимум у нас, покупательская способность за последние 10 лет снизилась из-за искусственных мер, потому что прожиточный минимум у нас определяется как 44% с копейками от медианной зарплаты. Но реальные доходы, если взять, допустим, в республике 2013-2023 год, они снизились на несколько процентов, на 10%. В России они не увеличились. Но покупательские способности, так как все-таки структура затрат у малоимущих иная, продукты питания, цена их выросла значительно. И в среднем, то есть в возможности купить продукты, она у малоимущих снизилась. И поэтому говорить об эффективной поддержке социальной, вот здесь не приходится. Кроме этого, надо учитывать еще, что есть определенные моменты. Это меры поддержки, это, например, жилищные условия. Если мы возьмем, что по жилищным помещениям, которые представляют детям-сиротам, в 2020 году было 805 человек-получателей, а в 2023-м 490. То есть всего уменьшилось в 1,6 раза представление этих помещений. А в очереди стоит 8 тысяч человек. Но можно разделить, сколько в год выделяется, что дети-сироты вынуждены свыше 10-15 лет зачастую ждать получения жилья. А где им жить? Они же, когда им выделяют вот эту субсидию, это определяет, что этим людям негде жить. И они фактически где-то пытаются снять квартиры, где-то еще что-то делать. То есть они не в состоянии решать многие проблемы, потому что они выходят в жизнь очень часто 18-19 лет после окончания, допустим, училищ или чаще всего школ. После 18 лет государство фактически прекращает контроль за дальнейшим их жизнью. Если взять семьи с детьми, инвалидами, инвалиды, которые тоже являются социально значимыми, то здесь у нас получается, что в 2023-м году в республике получили 54 человека. А непосредственно, если взять 2020 год, это 103. То есть уменьшилось фактически почти в 2 раза. Это говорит о том, что отчисленность их свыше 2 тысяч. То есть вот можно посчитать, какая потребность. То же самое многодетные семьи в 2023-м 42, в 2020-м больше 100 получил их семей. Фактически, когда люди становятся в очередь, очень часто они становятся через суд. Я как председатель сотрудников многодетных семей сталкиваюсь с этими проблемами. И однажды люди бились за то, чтобы их включили в очередь, в суд. Они судились около двух лет. Их включили. Но когда они увидели, что они смогут получить через 20 лет только это жилье, они вполне логично задали вопрос мне и также всем остальным. А за что мы судились? Почему? Вот когда мы говорим о многодетных, это семьи, у которых 5 и более детей. Они очень живут в непростых условиях. Потому что прокормить 5 детей, это очень сложно, тяжело. Они живут совершенно в других материальных условиях, как правило. И то, что государство фактически игнорирует их проблемы, и прежде всего республика не обращает должного внимания, это, конечно, негативно отражается на рождаемости. И здесь главной задачей для государства – это сохранение численности населения. Дело в том, что мы можем говорить много, но все должны понимать, если, как сейчас, будет продолжаться, сокращаться численность населения, то большого будущего у нашего страны не будет. Туда надо направлять деньги. Потому что вопрос не в том, что мы не покупаем детей, как некоторые заявляют. Мы помогаем людям не стать малоимущими, и позволить вырастить детей в достойном уровне, чтобы их дети не были ущемлены материально. Когда их ребенок может купить тот же телефон, как это делается, кстати, во Франции, как это делается в Дании, они систему пособия, систему поддержки семьи с детьми выстроили достаточно хорошо, и у них рождаемость по сравнению с нами на 25% выше. Почему наша республика, наше государство использует их опыт, я не знаю. Но хотелось бы, чтобы полезные практики государственного управления были использованы на благо нашей страны. Я согласен, что сейчас трудное время. Но всегда прилетают черные лебеди, которые что-то нарушают. И есть стратегические задачи. Стратегическая задача сейчас для правительства России, и включая республиканскую власть, сохранять численность населения. Никогда мигранты не смогут восполнить при существующих условиях наше население. И потом, как только наше коренное население будет уменьшаться в доле населения в целом, то это дает определенный социальный и самый гражданский конфликт. Потому что действительно, когда человек, допустим, постоянно проживает в своем районе, вдруг видит, что очень много людей другой национальности. что его среда резко изменилась. И здесь не надо винить тех людей, которые приехали. Они приехали не за счет жизни, за наш счет. Они работают, они не бездельничают. Но суть состоит в том, что только сохранение численности населения позволит нам сохранять коренное население России. И тут очень важный момент неравноправия. Дело в том, что когда мы возьмем пенсионное обеспечение госслужащих и наших обычных граждан, то увидим, что в большинстве случаев пенсия у них значительно выше, иногда превышаясь в 2-3 раза. Я не знаю, за какой подвиг им позволяют получать такие пенсии. Они работают, я не спорю. Но с учетом социальной политики, но очень плохие результаты. Самое главное, надо учитывать, что другие люди, которые содержат это государство, содержат этих чиновников, получают в конечном итоге нищенские пенсии, которые не обеспечивают достойный уровень жизни. Более того, если мы посмотрим по здравоохранению у чиновников отдельной больницы, нельзя сказать, что намного лучше или хуже, но сам факт того, что чиновник не заинтересован в изменении ситуации в здравоохранении, потому что он лечится в особой поликлинике, которая ему заглядывает в рот, потому что все знают, что если что-то не так будет, человека переведут или уволят. И поэтому здесь создалась особая среда, особое социальное неравноправие чиновники. И чем выше ранг чиновников, тем больше это неравноправие. И простое население, которое, именно они развивают, создают благосостояние страны, оказывается самоощемленной частью этого населения, потому что основные, то есть выгоды получают не они. Я хотел бы, чтобы пирамида перевернулась. Кстати, вот такие разницы в пенсионном обеспечении, разница в социальных поддержках. Если взять многие успешные страны, они не допускают этого. И даже очень часто бывает, что чиновники получают меньше зарплаты, чем в среднем по стране. Может быть, пора бы поменять приоритеты, раз они, как называют себя, слуги народа, но слуги народа не должны получать доходы и преференции больше самого народа. Как-то это нелогично.